Моисей, Муса, мир ему, и его семья, держа путь из Медиена в Египет, заблудились в пустыне. Темнело, стало холодно так, что они начали мерзнуть, нужно было развести огонь. И тут вдалеке он увидел пламя на вершине горы, так высоко, что его спутники этот огонь даже не заметили. Он сказал родным, ждите здесь, я чувствую огонь, надеюсь, смогу принести горящий уголь, головню, и мы сможем согреться, а может, узнаю там верный путь. Ситуация казалась безвыходной, они в пустыне, быстро темнеет вокруг никого, и вот он отправляется на поиски огня. Конечно, все мы знаем, что было дальше. На вершине горы состоялась беседа со Всевышним Аллахом Субхану Атали. В Коране приводится следующая фраза из этого разговора. Аллах сказал ему, я тот, кто избрал тебя. Знаете, когда вас выбирает кто-то вышестоящий, например, если вас зовут на встречу с президентом, или вам звонит король, или директор школы, чтобы вручить вам награду, или что-то подобное, это целая церемония. Это яркий свет, камеры, толпа зрителей аплодируют стоя, и кто-то выбирается или вступает в должность. Ожидание, предвкушение, и, наконец, вам оказывают особые почести. Одна из высочайших почестей за всю историю человечества — это когда Аллах напрямую обращается к человеку, говоря, «Поистине я тот, кто избрал тебя». Это событие. В Коране сказано, в назначенный для тебя свыше час ты пришел сюда. Точно по плану. Другими словами, это была запланированная церемония. Но посмотрите на то, как была устроена эта церемония. Без пышных одеяний, без долгих приготовлений и ожиданий, без семьи рядом, чтобы отпраздновать эту честь. Ситуация совсем другая. Темнота, отчаяние. Ты заблудился посреди пустыни. Нет дороги. Может, ты найдешь огонь, а может и нет. На грани смерти не только ты, но и вся твоя семья. И вдруг тебе оказывается высочайшая честь и величайшее благословение. Спустя всего лишь мгновение, после одного из худших, сложных и самых мрачных моментов в твоей жизни, вот что случилось с Муссой, алейхиссалям. Эта история учит нас, что у Аллаха свои способы даровать благословение. Мы можем и не видеть их еще за мгновение до этого, подобно тому, как Мусс, алейхиссалям, даже представить не мог, что этот день станет величайшим в его жизни. Наоборот, он, вероятно, думал, «Это один из худших дней в моей жизни, сложнейший из ситуаций, в которых я когда-либо оказывался. Ведь, вы понимаете, одно дело переживать лишь за себя, и совсем другое беспокоиться за всю свою семью. Посреди ночной тьмы в пустыне можно столкнуться с ужасными животными. Он вынужден оставить родных, потому что становится холоднее и холоднее. И даже если он взберется на гору, не факт, что он раздобудит огонь. Затем ему придется спускаться и в темноте искать путь обратно к своим, ведь какой-то мощеной дороги там не было. Он легко мог заблудиться. «Я поднимусь, но как же мне потом спускаться? Тем путем или этим?» Должны быть, такие мысли проносятся в его голове. И все же посреди этой беды, в этой, казалось бы, безнадежной ситуации, ему были даны величайшие слова надежды. «Я тот, кто избрал тебя. Прислушайся же к тому, что будет внушено тебе». В этом потрясающее вдохновение для всех верующих. Аллах всегда рядом. Неважно, насколько темно вокруг, насколько отчаянная ваша ситуация, насколько сложное положение вас и ваших близких, до тех пор, пока вы полагаетесь на Аллаха Субхану Аталя, Он будет давать вам свет оттуда, откуда никто другой не мог Его увидеть. И Он изменит ситуацию в одно мгновение. Все в руках Всевышнего Творца. Каждый ваш шаг в гору, каждая скала, по которой вы взбираетесь, каждый раз, когда вы, поскользнувшись, почти срывались вниз и впадали в отчаяние, не думайте, что это продлится долго. Аллах даст облегчение, когда и как Ему будет угодно. И все пойдет не так, как мы ожидали. Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем и к Нему наши мольбы. Ассаляму алейкум. Мир вам, дорогие зрители. Спасибо тем, кто нас поддерживает, направляя на распространение ислама часть, дарованного Аллахом. Наши дуа за вас и всех мусульман. Просим Всевышнего Аллаха удостоить нас своим прощением и милостью. Амин. Ссылка на страницу «Поддержим ми радио» в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok